Москва. Конец 1961 года. Без подъезда дома в Малом Сухаревском переулке около часа дня вышел солидный мужчина средних лет. Бригада наружного наблюдения КГБ сразу же обратила на него внимание. Мужчина неторопливо пересек бульвар, а затем вдруг резко свернул в проходной двор и исчез. Имя человека, который в тот день появился в Малом Сухаревском переулке, в СССР надолго превратится в символ предательства. А за границей его называли крупнейшим западным агентом, шпионом, который предотвратил ядерную катастрофу. Кто же он был на самом деле? На кого в действительности работал? Зачем в Англии требовал личной встречи с королевой? А после своего провала предлагал Комитету государственной безопасности уничтожить всю свою семью. И, наконец, как советская контрразведка выяснила и установила, что этим агентом являлся полковник военной разведки Олег Пеньковский. Он передал огромное количество секретной информации. Брал необходимый секретный документ и производил съемку. И говорят, что он был человеком, который спас мир. После своего первого приезда в Лондон 20 апреля 1961 года и состоялся акт вербовки. Это был классический шпион, причем один из таких первых крупных шпионов. В конце декабря 1961 года в Москве царила предпраздничная суета. Москвичи спешили купить что-нибудь вкусное к новогоднему столу и выбирали елки на открывшихся прямо на улицах города елочных базарах. Чувствовалось приближение Нового года. Тысячи таких елок засверкают разноцветными огнями в квартирах, в клубах, во дворцах культуры. Рождество в Советском Союзе не праздновали, но Новый год отмечали с большим размахом. Иностранцы тоже готовились к праздникам. С удовольствием покупали недорогое шампанское, сочные фрукты, привезенные из республик Закавказья, ходили по магазинам и рынкам. У сотрудников 7-го управления КГБ, службы наружного наблюдения, в эти дни было много работы. Им приходилось брать на контроль почти всех сотрудников посольств западных стран. Только за посольством Великобритании вели наблюдения около 50 сотрудников 7-го отдела КГБ. Особое внимание уделялось, казалось бы, скромному второму секретарю консульского отдела посольства Родерику Чисхолому. И неспроста. На самом деле, по сведениям КГБ, он являлся резидентом британской разведки Ми-6 в Москве. Его не упускали, и ведут 24 часа в сутки. Перемещение Чисхолому по городу контролировало не менее трех машин с оперативниками КГБ. В СССР британский резидент приехал в июне 1960 года вместе с семьей, тремя детьми и женой Анной. В Москве за ними тоже вели наблюдения. Волей-неволей разведчики, если они находятся в заграничной командировке, они используют членов семьи, и детей своих, и жен. Поехали вроде погуляли, а на самом деле муж там отошел в кусты и изъял тайник. По городу пошли в музей, то же самое. В гардеробе получил в карман, значит, отснятую микропленку. 30 декабря 1961 года Анна Чисхолм отправилась на центральный рынок. Купив там красных яблок, редкость в зимней Москве того времени, она пошла пешком по Малому Сухаревскому переулку. Там она зашла в подъезд дома номер 11, а через несколько минут вышла из него. А вскоре из того же подъезда появился мужчина. Первым его заметил сотрудник 7-го управления КГБ Борис Николаев. Этот мужчина не спеша так же проходит через светной бульвар, переходит на ту сторону и идет, заходит в кинотеатр «Мир», в кассы. Ничего посмотрел, просто выходит. Затем далее идет в сторону Трубной площади, заходит в продовольственные магазины, так же посмотрел, ничего не купил, и далее через проходной двор уходит на бульвар. И он здесь был утерян. Установить, кем был этот человек, не удалось. Возможно, он вообще оказался здесь случайно, но от слежки уходил очень профессионально. Москва. Три недели спустя Борис Николаев снова ввел Анну Чисхолм. На этот раз в районе Арбата. Она опять вошла в подъезд жилого дома. И тут Николаев вновь заметил человека, которого уже видел 30 декабря. Еще через минуту неизвестный вскочил в подъехавший троллейбус. Ну, мы могли бы потерять, если бы вовремя не подъехала к нам машина. Ну, мы сели в машину, на второй остановке, через одну остановку мы догнали, и уже на третьей остановке я подсел к нему в троллейбус. Он оказался там. Установить его личность теперь было лишь делом техники. Когда в КГБ узнали, кто этот человек, изумлению контрразведчиков не было предела. Ведь до сих пор вся его биография была безупречна. В Госкомитете по координации научно-исследовательских работ он занимал довольно высокий пост заместителя начальника управления внешних связей. И в его обязанности входили встречи и контакты с иностранцами. И это еще не все. Официальная должность была для него лишь прикрытием. На самом деле, человек из переулка был полковником советской военной разведки. Его звали Олег Пеньковский. Разработку Пеньковского поручили начальнику советской контрразведки 2-го главного управления КГБ генерал-лейтенанту Олегу Грибанову. Грибанов Олег Михайлович родился в 1915 году с 17 лет на службе в органах госбезопасности. С 1956 по 1964 годы начальник 2-го главного управления КГБ. На его счету десятки успешно проведенных операций. После отставки под псевдонимом Олег Шмелев был соавтором сценариев популярных в СССР кинофильмов «Ошибка резидента», «Судьба резидента» и других. Именно Грибанову принадлежала идея взять под жесткое наблюдение почти всех выходивших в город сотрудников посольств, главных потенциальных противников СССР. Он предложил такой прием, что силами 2-го главка и 7-го управления наружное наблюдение очень плотные такие слежки с помощью фиксации. Ну, видео тогда, наверное, не было. Ну, кино, фото, технику от всех сотрудников английского и американского посольства. То есть просто их всех снимали. Теперь же главная задача, которую поставил Грибанов перед своими подчиненными, состояла в том, чтобы собрать неопровержимые доказательства тайных контактов Пеньковского с британской разведкой. Пеньковский Олег Владимирович родился в 1919 году. В 1939 окончил Киевское артиллерийское училище. Во время Великой Отечественной войны командовал противотанковым артиллерийским полком. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Красного Знамени, Орденом Отечественной войны 1-й степени, Орденом Александра Невского и медалями. Еще в 1942 году Пеньковский познакомился с генерал-лейтенантом Дмитрием Гапановичем. Более того, вскоре у него начался роман с дочерью генерала. В 1946 году 27-летний Пеньковский женился на 17-летней Вере Гапанович. Вскоре у них родилась дочь. Тесть генерал стал опорой в дальнейшей карьере Пеньковского. Впрочем, не единственной. А после того, как он покомандовал полком, еще в период войны он становится адъютантом командующего артиллерией 1-го Украинского фронта Сергея Варенцова. Что значит быть адъютантом? Это быть постоянно при командующем, выполнять все его поручения, в том числе личного плана. Варенцов Сергей Сергеевич родился в 1901 году. С октября 43-го генерал-полковник артиллерии. В марте 55-го назначен командующим артиллерией, а с января 61-го года становится командующим ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск. В мае 61-го года Варенцову присвоено звание главный маршал артиллерии. Варенцов и Гапанович оказали протекцию Пеньковскому при поступлении в 45-м году в военную академию имени Фронзе, а затем и в военно-дипломатическую академию, где готовили военных разведчиков. В 1955 году его направили в Турцию заместителем резидента ГРУ. Выезд за границу считал усманной на небесу. Выезжали только специалисты, служебные командировки, ну и наши советские дипломаты. И, в общем-то, пребывание за границей, ну, это, в общем-то, сулил достаток, особенно в первые послевоенные годы, когда страна находилась в разрухе. Для 36-летнего полковника Пеньковского эта работа могла бы стать настоящим карьерным трамплином. Он вполне мог рассчитывать на генеральские погоны, но все пошло не так. Там у него происходит конфликт с резидентом, в общем-то, пишут друг на друга склоки. Здесь такая информация, не буду говорить о ее достоверности, о том, что якобы он анонимку написал, значит, местную контрразведку, чтобы резидента выслали, и он, соответственно, занял эту должность. Но из этого замысла ничего не вышло. В последний момент операцию отменили. А вскоре за доносы на шефа Пеньковского самого отозвали в Москву, а потом и вовсе уволили со службы. Но маршал Варенцов не бросил его в трудную минуту и помог восстановиться в ГРУ. Обсуждалась даже перспектива назначения Пеньковского на должность резидента в Индии. В Индию он не поехал, опять же, по решению кадрового аппарата, потому что, изучив его биографию и припомнив вот то, что было в Турции, решили его все-таки отвезти от этой должности, отвезти от этой вот живой оперативной работы, отправив под крышу Госкомитета по координации научно-технических работ. Эта работа, по советским меркам, считалась престижной. Наука в СССР на подъеме, бурно развивались ядерная энергетика, авиационная промышленность, космонавтика. Определением наиболее перспективных направлений и исследований как раз и занимался комитет, куда направили Пеньковского. Там он получал 450 рублей в месяц. Это почти в 6 раз выше средней зарплаты по стране. Пеньковский также имел возможность выезжать за границу. Но в глубине души он считал, что достоин гораздо большего. Да, конечно, это эгоист, себелюбивый человек, с высоким самомнением, чувство собственной исключительности не появилось. Он там обиделся, он хотел быть генералом. А то увидел, когда ничего не светит, не станет он. Не станет он. Значит, наверное, решил другим путем пойти. Москва, март 1962 года. Разработку Пеньковского в КГБ ввели сотрудники уже нескольких служб. Помимо ведомства Грибанова им занялись военная контрразведка 3-го главного управления и наружное наблюдение. Это значительно ускоряло отработку всех связей и контактов подозреваемых. Особый интерес представлял английский бизнесмен Гревил Вин. Вин Гревил Майнорд родился в 1919 году по образованию инженер-электрик, участник Второй мировой войны. После войны занялся бизнесом. Представлял интересы нескольких сталелитейных, станкостроительных и электрических компаний в странах Восточной Европы и СССР. По паспорту Вин, который сохранился в следственном деле Пеньковского, видно, что он регулярно приезжал в СССР. Во время этих поездок он встречался и с полковником, но контакты с иностранцами входили в служебные обязанности Пеньковского. он как действующий офицер ГРУ был обязан вести их разработку оперативную, даже в том числе на предмет возможной вербовки. Пеньковский регулярно посещал секретные библиотеки ГРУ и Министерство обороны, но и этот также являлся частью его работы. Тогда контрразведчики стали внимательно изучать его образ жизни, и тут была важна любая мелочь. У него уклад семьи был домостроенный, весь бюджет семьи был в его руках. Он выделял жене столько, сколько считал нужным денег. Жену держал в этом плане в черном теле. Но тем не менее себя вел достаточно разгульно. Он очень любил походить по ресторанам, в том числе с другими женщинами, какие-то связи на стороне иметь. Советская столица начала 60-х позволяла обеспеченным гражданам вести весьма комфортную жизнь. Рестораны пользовались большой популярностью, но и попасть в ресторан с улицы было сложно. Нужно было либо отстоять длинную очередь, либо дать швейцару трешку. Пеньковскому эти трудности всегда помогала решать «Красная книжечка» удостоверение полковника ГРУ. Прошел конкурс на звание лучшей по профессии среди поваров и официантов. Участники его готовили различные блюда, отвечали на теоретические вопросы по приготовлению пищи и сервировке стола. Пеньковский был гурманом. Пил мало, не был жадным, любил пышных блондинок. Однажды он в ресторане под аплодисменты выпил шампанское из туфельки своей дамы. В феврале 1962 года в семье Пеньковского родилась вторая дочь. Однако он по-прежнему предпочитал вести разгульный образ жизни. А свои частые походы по ресторанам он объяснял жене просто. Работа у него такая. И она знала, что он в разведке. Это тоже было определенной легендой, прикрытием того, что он где-то задерживался, приходил в каком-то состоянии. Его устраивала такая жесть, а ее устраивало вот такое его поведение. Ну, есть муж живой, приходит домой. Наверное, она ее любила. А почему ее не любить? Нормальный мужчина, фронтовик, орденоносец, на хорошем, так сказать, постах, серьезным делом занимается. В КГБ составили его психологический портрет. Способный карьерист, любящий комфорт и красивую жизнь. Но тогда даже опытные контрразведчики не представляли истинных масштабов шпионской деятельности Пеньковского. В апреле 61-го в Москву в очередной раз приехал английский бизнесмен Грэмил Вин. Пеньковский решил использовать этот случай. Он попросил Вина передать представителям британского посольства конверт своим предложением о сотрудничестве с иностранной разведкой. И он при следующей встрече это все взял и передал. Он был честным коммерсантом, который был втянут в эту историю, втянут сначала Пеньковским, а потом и собственной национальной спецслужбой в качестве связняка. МИ-6 сообщил об этом послании ЦРУ. Обе разведки решили разрабатывать советского полковника совместно и провести его вербовку в Лондоне. 20 апреля 1961 года Пеньковский должен был прилететь в Англию во главе делегации советских технических специалистов. Делегацию поселили в Лондоне в отеле Маунт Ройл. Встретивший Пеньковского бизнесмен Вин сообщил, что его ждут в номере 360. МИ-6 представляли Майкл Стоукс и Гарольд Шергалд, а ЦРУ Джозеф Бьюлик и Джордж Кайсвальтер. За время командировки Пеньковский встречался с ними 17 раз. Он подписал обязательства о сотрудничестве с МИ-6 и ЦРУ и сразу же вывалил целую гору ценной информации. Особенно к позициям баллистических ракет, вот как в Советском Союзе, так и за рубежом, новейших разработках в Советском военно-промышлении. В основном в области ракетной техники. А он был специалистом, он был профессиональный артиллерист. Он как раз в этом разбирался, и он давал им очень точную информацию. Пеньковский также рассказал своим кураторам и о структуре ГРУ, и о системе подготовки военных разведчиков. На следующий день они ему дали большое количество фотографий для опознавания. Фактически все дипломаты, которые работали там, ну, наверное, в 20 странах мира. И он говорил, что вот этот я знаю, да, вот этот сотрудник ГРУ, и по линии ГРУ, и по линии разведки КГБ. Англичане и американцы были довольны своим новым агентом. Хотя некоторые странности в его поведении сразу же бросились им в глаза. Пеньковский строил фантастические планы, например, о размещении ядерного заряда в гастрономе номер 40, расположенном рядом со зданием КГБ. Дайте мне какие-то миниатюрные ядерные устройства, я их сюда привезу и размещу там, где вы скажете, так сказать, у каких-то воинских частей, там, объектов и так далее, а вы потом их инициируете, когда начнется ядерная война. Этот план ошарашил его западных кураторов. Они постарались перевести разговор на другую тему, финансов. Ведь деньги интересовали Пеньковского ничуть не меньше. Он собирался приобрести дачу за 10 тысяч рублей, автомобиль «Волга» за 5,5 тысяч. 6 мая 61-го года, удовлетворенный предложенными условиями, он вернулся в Москву. Агент «Алекс» или «Янг» теперь Пеньковский носил такие кодовые имена от МИ-6 и ЦИРУ. Вместе с матерью, женой и дочерью Пеньковский жил в хорошем сталинском доме на набережной Максима Горького. Сейчас это Космодемианская набережная. В квартире Пеньковского было немало дефицитной техники, которую он привозил из загранкомандировок. Например, самый маленький на тот момент фотоаппарат известного немецкого производителя. Компактный, качественный, мог уместиться в спичечном коробке. Миниатюрную фототехнику выпускали и в Советском Союзе, но она была в два раза больше иностранной. Кроме того, таким фотоаппаратом можно было снимать с расстояния 20 сантиметров, без сложных настроек и дополнительной оптики. А для Пеньковского это было главным. Ведь все это он привозил к себе домой совсем не для того, чтобы устроить на своей квартире выставку последних достижений иностранной бытовой техники. Небольшая фотокамера была нужна Пеньковскому, чтобы тайно переснимать секретные документы, а транзистор для приема и последующей расшифровки радиограмм МИ-6 ЦРУ. Позывным Пеньковского был номер 163. Я держу в руках транзисторный приемник, переданный иностранной разведкой Пеньковскому. На первый взгляд это совершенно обычный серийный приемник. Элементом спецтехники здесь является то, что здесь встроен некий преобразователь, который позволяет передаваемый сигнал в адрес Пеньковского азбукой Морзе трансформировать в сигнал цифровой. После чего с помощью вот таких цифровых таблиц он уже переводил это в буквенный формат и, соответственно, получал сообщение от иностранной разведки. Таблицы, блокноты для тайнописи и пленки к фотокамере Пеньковский всегда прятал в своем письменном столе, который запирал на ключ. После возвращения в Москву он развил небывалую шпионскую активность и к концу мая отснял уже 20 фотопленок секретных документов. Такая миниатюрная кассета позволяла сделать несколько десятков снимков. Она находилась внутри фотоаппарата и Пеньковский отсняв материалы, вот эти вот кассеты, он их собирал в тайном месте, а потом уже при встрече с Вином передавал их британское посольство и они уезжали в Лондон. В июле и сентябре 1961 года Пеньковский выезжал в служебные командировки в Лондон и Париж. За границу он вывез в общей сложности 31 пленку, не опасаясь досмотра на границу. В СССР было несколько видов заграничных паспортов. Красный, общегражданский, синий, для госслужащих, отправляющихся в загранкомандировки, и, наконец, зеленый, дипломатический. Обладатели синих и тем более зеленых паспортов пользовались особыми привилегиями при пересечении границы. Без указания сверху их никогда не подвергали досмотру. У Пеньковского был синий паспорт, и, разумеется, выезжающего за границу в служебную командировку полковника ГРУ с таким паспортом никто не досматривал. Он передал огромное количество секретной информации по тактикам, техническим характеристикам наших ракет. То, что он мог получать и в Госкомитете по науке и технике, но главным образом от главного маршала авиации Варенцова Сергея Сергеевича. Один раз он позвонил, а Варенцов говорит, давай позже встретимся, я улетаю в Архангельск. Архангельск это известный сегодня Плесецк 1-й дивизии РВСМ. И вот это уже информация, которая представляет интерес. после этого встретились на даче, но как мы съездили, как там изменилось по сравнению с 59-м годом, когда меня этому всему учили. Вот. Когда контрразведка КГБ начала разрабатывать Пеньковского, выяснился еще один интересный факт. Пеньковский старался установить неформальные отношения и со своим непосредственным шефом, генералом армии Иваном Серовым. Такой контакт для западных разведок был бы неоценим. Серов Иван Александрович родился в 1905 году. С 1939 года на руководящих должностях в органах государственной безопасности. В 1954-1958 годах председатель КГБ при Совете министров СССР. С декабря 1958 года начальник ГРУ Генштаба Вооруженных Сил СССР. Генерал Армии близкий соратник Никита Хрущева. По одной из версий для того, чтобы войти в доверие к Серову, Пеньковский использовал удачный случай. Когда он летел в Лондон, в одном самолете с ним оказались жена и дочь начальника ГРУ. Позже он даже побывал в гостях у своих новых знакомых в Москве и, по его словам, дочь Серова Светлана якобы не возражала против Романа с ним. Он хотел, королевой. Пританцы отметили, что мы нарушим конспирацию. А американцы, поняв, с кем они имеют дело, говорят, что парень, мы тебя в следующий раз отвезем на сутки на самолете туда-обратно в Соединенные Штаты, мы тебя с Кеннеди познакомим. Все твои просьбы мы удовлетворим. В Англии Пеньковского познакомили и с женой резидента Ми-6 в Москве Анной Чиском. Она должна была стать еще одним связным. В начале сентября 1961 года Пеньковский первый раз встретился в Москве с Анной Чисхолм. Он упаковал отснятые фотопленки в коробку из-под конфет. В Лондоне ему не рекомендовали использовать упаковку от дорогих сладостей, которые были дефицитом в Москве, ведь в то время в Советском Союзе было в порядке вещей. Подойти к человеку с дефицитными продуктами в сумке и поинтересоваться, где брали. А лишнее внимание агенту разведки было ни к чему, поэтому Пеньковский упаковал пленки в коробку из-под обычных дешевых конфет-дрожжа. Эту коробку Пеньковский открыто подарил маленькому сыну Чисхолмов на детской площадке. Позже Пеньковский и Чисхолм провели еще несколько тайных встреч. Так продолжалось до 30 декабря 1961 года, когда их контакт засекли оперативники. С января 1962 года Пеньковского уже держали под плотным наблюдением. Его разработка шла 10 месяцев. Это очень большой срок. Из карли сообщников было предположение, что здесь целая шпионская сеть работает. Это одна из составляющих этой сети. Долгое время в КГБ не могли получить неопровержимых фактов его шпионской деятельности. Пеньковского можно было взять с поличным во время очередной встречи с Анной Чисхол. Но в марте 1962 он вдруг прекратил все контакты с ней. Он заметил за собой наружное наблюдение, понял, что это Комитет Государственной Безопасности. Когда в июле в Москву приехал бизнесмен Гревел Вин, Пеньковский попросил, чтобы ему помогли бежать за границу. Пока же он предложил прекратить все личные встречи, а для связи использовать только тайники. Один из них находился в подъезде сейчас это улица Большая Дмитриевка. Фотопленка и другие материалы легко помещались в обычный спичечный коробок. Он обматывался мягкой проволокой, на конце она загибалась в виде крючка. Затем нужно было зайти в дом номер 5-6 Попушкинской улицы и закрепить коробок с информацией за батарею парового отопления, точнее между батареей и стеной. После закладки информации в тайник Пеньковский должен был подать особый сигнал. Пеньковский должен был на осветительном столбе у дома номер 35 по Кутузовскому проспекту поставить знак в виде буквы О каким-то красящим предметом. Если же он вдруг окажется в трудном положении, то на столбе должна была появиться другая метка черный крест. Кураторы Пеньковского регулярно проезжали мимо столба, но тревожного сигнала на нем не было. Они и не знали, что операция КГБ против Пеньковского на самом деле уже приближалась к финалу. Нужны доказательства. А если доказательства, извините, как? Ну что, вы неправильно вынесете ему претензии, в суде это распадется еще, и кто вы такие? Наблюдая за квартирой Пеньковского, контрразведчики обратили внимание на одну странную деталь. Он часто подходил к окну и наклонившись над подоконником совершал какие-то манипуляции. Но зачем? Чтобы разгадать эту загадку, в КГБ разработали сложнейшую по тем временам техническую операцию. В сентябре 1962 года соседи по квартире Пеньковского этажом выше ждал приятный сюрприз. Вся их семья получила путевки в престижный санаторий на Черном море. Да еще в бархатный сезон. Но как только счастливые отпускники отправились на юг, на балконе их квартиры в ящике для цветов была установлена скрытая фотокамера, маленькая, размером со спичечный коробок, которая по команде должна была опускаться вниз и снимать все, что происходит в квартире Пеньковского. Но как оперативники управляли этой камерой? Ведь на тот момент не было современных систем наблюдения, которые позволяют в реальном времени видеть все, что происходит на экране ноутбука или смартфона. Контрразведчики решили и эту задачу. На чердаке здания напротив дома Пеньковского разместили наблюдательный пункт. Там же установили и пульт управления фотокамерой. Кабель пришлось прокладывать по дну Москвы-реки. И когда он подходил к окнам, эта камера позволяла его фиксировать. И там уже непосредственно уже было зафиксировано, что он переснимает секретные материалы. и в какой-то момент они с помощью опять же этой техники увидели, что у него на руках находится паспорт на вымышленное имя, и он поставил там свою подпись. Это могло означать только одно. Он готовился к побегу. Тогда советские контрразведчики решили действовать незамедлительно. Обработали стул, на котором он сидит, и определенная инфекция, значит, такая не опасная, но очень неприятная, что он на несколько дней там в больнице. Пока Пеньковский находился в больнице, в его квартире провели обыск, в письменном столе обнаружили тайник. Шифры, коды, потом эти таблицы с шифрами, пачка денег солидная. Ну, мы не считали порядочно. Что удивило, у него пожилая мать, старушка, работала уборщицей в институте. Мыла туалеты, уборщицы, понимаете. имея столько денег и не содержать мать. Это просто... Результаты обыска не оставляли никаких сомнений. Пеньковский действительно иностранный шпион. И 22 октября 1962 года его задержали. Вооруженный конвой, тюремная машина. Недавно все выглядело иначе. В наследстве Пеньковский быстро во всем сознался. По одной из версий ему пообещали сравнительно мягкий срок, если он расскажет все. Он даже написал письмо председателю КГБ. В нем он просит дать ему возможности скупить свою вину перед Родиной, отправить его за границу с самым опасным заданием. Даже предлагает оставить в заложниках свою семью. Вот что он пишет. Не превращайте меня в труп. Это будет подарком врагу. Если изменю своему слову и обещанию и буду присылать некачественные материалы или Дезу уничтожьте семью, да и со мной вы всегда можете расправиться, но этого не будет. В горячем стремлении принести сейчас реальную пользу Родине моя сила. Членов семьи Пеньковского также допрашивали. Было установлено, что они ничего не знали о его шпионской деятельности. Жена написала письмо в КГБ СССР, что дайте мне возможность какую-то из его зарплаты для того, чтобы у меня конфисковали какие-то деньги, потому что мне не на что жить просто. Ее просьба была удовлетворена. 2 ноября 62 года сотрудники КГБ начали заключительную часть операции. Ей руководил лично генерал-лейтенант Олег Грибанов. Утром 2 ноября на столбе номер 35 на Кутузовском проспекте появилась метка в виде буквы «О». Этот знак для американского разведчика, который его считывал, проезжая мимо на машине, означал, что для него заложен контейнер с информацией в подъезде дома на улице Пушкинская 5 дробь 6. В тот же день сотрудник ЦРУ Ричард Джекоб, тоже работавший в посольстве США, попытался изъять материалы из тайника. Его взяли с поличной. Почти одновременно Венгерская служба безопасности по просьбе КГБ задержала в Будапеште Гревела Винна. Судебный процесс по делу Пеньковского начался 7 мая в 10 часов утра. На скамье подсудимых был также Гревел Вин. Пеньковский полностью признал свою вину. Вы являетесь агентом двух разведок одновременно? Да. Я не стал делать выбора и работал двумя разведками. О процессе сняли документальный фильм. Но многие детали дела Пеньковского не оглашались. Он был не полностью открытым. Частично там все-таки были закрытые вещи. На суде не упоминались имена главного маршала артиллерии Варенцова и начальника ГРУ Серова. Их обоих за потерю бдительности лишили наград и понизили в званиях. Серов был также снят с поста начальника ГРУ. Что касается подсудимого Пеньковского, то где найти меру тяжести и подлости совершенных им преступлений? 11 мая 1963 года в 16 часов 5 минут военная коллегия Верховного Суда СССР вынесла свой вердикт. Приговор именем Союза Совет именем народа Вин приговорен к 8 годам лишения свободы предатель Пеньковской к отстрелу. За полтора года работы на англичан и американцев Пеньковский передал им 5500 секретных документов общим объемом 7650 страниц. Из-за своих личных обид и корыстных целей он нанес стране огромный вред. Если у нас за период Великой Отечественной войны неким символом предательства измены стал генерал Власов и Власовщина как таковая, то уже в послевоенное время, в период Холодной войны вот этим символом предательства стал именно Пеньковский. А за границей уже через несколько лет постараются превратить его в человека-легенду. Пеньковского назовут идейным борцом за свободу и мир, который хотел, чтобы на Западе знали о советских военных планах. Героизация не только Пеньковского, это стремление подтолкнуть людей к предательству и объяснить людям, да вы не предатели, вы не отщепенцы, а вы герои. Пеньковского даже называли спасителем мира, якобы именно он передал американцам данные о советских ракетах на Кубе и этим спас мир от ядерного апокалипсиса. Решение о передислокации наших ракет на Кубу с ядерными боеголовками Хрущев принял 24 мая 1962 года. То есть Пеньковский уже три месяца в разработке. Пеньковский никак не мог знать о том, что разворачивается вот эта операция по передислокации ракет с ядерными боеголовками на Кубу. В 64-м году Гревила Вина обменяют на советского разведчика Конана Молодова, арестованного в Англии. О дальнейшей судьбе Пеньковского до сих пор ходят различные легенды. По одной из них его чуть ли не живым сожгли в крематории и все это засняли на кинопленку, а потом показывали молодым офицерам Гру. Но это всего лишь мифы. После приговора он подал прошение о помиловании, но его отклонили. И последней точкой в жизни Пеньковского был выстрел в Бутырской тюрьме 16 мая 1963 года. Агент Алекс или Янг так и не успел поставить в нужное время на столбе черный крест, который означал бы, что он находится под угрозой права. Субтитры создавал DimaTorzok